Три конкурса профессионального мастерства прошли на минувшей неделе в цехах ВСМПО. Самые активные молодые работники выясняли, кто из них лучше всех справляется с должностными обязанностями. Так, впервые на тропу испытаний вышли 15 кузнецов на молотых и прессах цеха номер 37. Ребят разделили на две группы. В первую зачислили тех, кто управляет шеститонным погрузчиком. Им предстояло маневрировать с прутком. Вторая группа, состоящая из водителей восьмитонных глам, перевозила слябы. Загрузочные манипуляторы являются важным звеном в технологическом процессе именно кузнечного комплекса. От их работы зависит своевременность загрузки печей, качество продукции, обеспечение мер безопасности, охраны труда. Конкурс действительно проводится впервые. Им очень было интересно организовать этот конкурс. Ребята очень охотно согласились поучаствовать, попробовать себя, свои силы, оценить свои возможности, чтобы понять, чем дальше развиваться. Для получения высших баллов необходимо соблюсти технику захвата и перемещения и с ювелирной точностью транспортировать изделие в назначенную точку цехового пролета. Нужно, не нарушив правила, то есть инструкции, правильно транспортировать металл, поднять его, отвезти и привезти обратно. Какие ошибки можно допустить во время этого задания? Например, нарушить инструкцию, к примеру, поднимать металл нельзя во время езды. Вот что еще, сигнал звуковой, то есть тоже нельзя про него забывать, что уже подать звуковой сигнал. Александр, как и все 15 участников конкурса «Лучший по профессии», с практической частью испытаний справился на отлично. В категории управляющих шеститонными манипуляторами звание «Лучший» удостоили Михаила Гудина. Среди кузнецов, управляющих «Гламой», грузоподъемностью 8 тонн, самым точным стал Никита Тосов. Эстафетную палочку профессиональных турниров от кузнецов приняли маляры цехов номер 19 и 60 в СМПО. Шесть молодых представителей профессии, ставших лучшими в цеховых состязаниях, встретились на финальной битве. Успешно ответив на вопросы теста, ребята перешли в комнату водителей 19-го цеха. Где за отведенные 20 минут им предстояло зашпаклевать как можно больше участок стены. За работой претендентов на звание «Лучший маляр» в СМПО внимательно следили эксперты из числа бывших мастеров кисти и шпателя. Здесь надо было тянуть и тянуть, шпаклевка вообще не растянута. Тут вот даже видно, вот она здесь положила слой, вот она протянула всего. Она должна, мы тянем шпаклевку на всю руку, сколько хватает руки. Я здесь вот на короткими движениями. За счет этого у меня, видите, вот эти вот остаются наплывы. И очень много вообще поверхности, вообще нет прилегания. И все-таки были те, кто с заданием справился на отлично. Почти идеально выровняла свою часть стены самая молодая участница конкурса Александра Кулькова из цеха номер 60, ставшая серебряным призером. А вот самую высокую ступень пьедестала почета разделили сразу два участника. Вячеслав Фотохудинов из 19-го цеха и Татьяна Козюра из 60-го. Мы команда, мы пришли за победой! Такими кричалками на площадку 54-го цеха вышли 25 участников финальной битвы за звание лучший машинист крана в СМПО. Каждый из них уже победитель в своем подразделении. Но здесь им пришлось быстро адаптироваться под новые пульты управления, при этом дистанцию преодолевать, как всегда, на скорость. Такой же, только у нас с двумя приводами, а тут с одним. Получается, он когда делает остановку, он немножко дает качку к реву, из-за этого сложнее выполнять задание. Коллеги традиционно поддерживали своих, а наставники искренне переживали за подопечных. Получается, самая большая борьба была даже не друг с другом, а собственным волнением, которое преодолели далеко не все участники. Сила воли плюс характер. Из представителей девяти цехов предприятия самое лучшее время показали машинисты крана цеха номер 16. Ольга Анфилова, Анна Панкратова и Евгения Козырева возглавили тройку победителей в категории третьих разрядов. Среди работников с высшими квалификационными разрядами третье место за Анастасией Цвигун из 16-го цеха. Второй стала Ольга Рязанова из цеха номер 21. А звание лучший машинист крана в СМПО удостоили Сергея Половинку, работника цеха номер 16. Участники всех профессиональных состязаний, прошедших под эгидой молодежной организации в СМПО, отмечены грамотами и памятными призами.